Ну что, ребятки, доброе утро! Сегодняшнее утро я начинаю с моего пирога, то есть шарлотки. Помните, я его делала? Очень вкусный получился, мне безумно понравился, и Диме тоже, на удивление. Значит, действительно хороший получился. Всё, сейчас буду кушать, буду работать и, не знаю, посмотрим, чем займусь. Так, ребят, ну что, я уже в зале и хотела вам немножечко рассказать, как идут мои дела по поводу тренировок. Сейчас уже у меня вторая неделя пошла, как я тренируюсь по программе, которую я прописала сама себе, вы её сами видели. Посмотрите, если что, вот тут она, в этом ролике рассказано всё. В общем, мне всё нравится, единственное, я немножечко что-то корректирую по ходу дела, но саму программу я оставляю такой, как я её написала. То есть, к примеру, я беру упражнение, которое мне, может быть, не очень-то подходит, как я уже потом поняла, не очень я что-то там чувствую, и просто заменяю его на такой же по воздействию мышц. Поэтому мне так проще тренироваться, мне так интереснее тренироваться, и мне кажется, так лучше делать. Всё, я пошла тренироваться. Всё, я пошла тренироваться. Всё, я пошла тренироваться. Так, ребят, у меня уже обед, я уже приготовила супчик, целую кастрюлю вот такую вот, готовила всё опять же в мультиварке, очень удобно. И супчик у меня получился по моему специфическому такому рецепту, я не знаю. В общем, у меня было очень много шампиньонов, я их обжарила на сковороде. Здесь ещё у меня в этом супчике куриная грудка на косточке, то есть мяса у меня здесь очень много довольно-таки. Немножечко совсем картошки, вот они шампиньончики плавают, запах, конечно, просто потрясающий. Пять яиц варёных тоже нарезала. И вот такой вот лучок интересный, длинноватый немножко. В принципе, и всё. А, ещё сметана. У меня было полбанки сметаны, я её разбодяжила вместе с этим сиропчиком. И сюда же влила. И просто соль добавила. Так что сейчас буду кушать. Вот моя порция, Дима чуть-чуть попозже будет кушать. Он вообще мне супы не очень любит. И в качестве углеводиков у меня такой батонище. Это овсяный хлебушек, вот такой вот с лаками. И я его сверху помазала вот таким вот творожком, мягким 0%. Очень вкусно, мне очень так нравится сочетание это всё. И особенно с супчиком, я думаю, мне сейчас будет очень-очень вкусненько. В общем, я сейчас как в очередной раз села за компьютер работать. В основном сейчас у меня это обработка влогов правильного питания. Чтобы вы всё успели посмотреть срок. И я больше потом отдыхала после этого. Потому что всё-таки, если я надеюсь снимать такие влоги питания ежемесячно, всё зависит от вашей поддержки. Всё зависит от того, как вы будете смотреть эти влоги. И я уже поэтому пойму, стоит ли оно того, стоит ли это всё снимать. Так что обязательно пишите в комментариях. Мне же ваша отдача, это самое главное. Поэтому и буду стараться обрабатывать всё быстрее. Чтобы и одновременно отдыхать, и что-то снимать другое, помимо этих влогов. И чтобы это всё дело в срок выходило. У меня сейчас ещё три проекта на носу, наверное. Это очень глобальный такой проект. Но мне не хочется про них говорить, пока это ещё не вступило в силу. И вообще, я всегда по жизни стараюсь лучше дойти до финиша в чём-то. И потом уже об этом говорить. Чем заранее кричать, говорить, что «Ой, круто, всё так будет классно». Чем потом облажаться. Ну, если вы меня понимаете. Так что сейчас поработаю немножко. И пойду готовить себе ужин вместе с Дивой. Пришло время готовить кушать. И сейчас я уже тут распотрошила две куриные грудки, две половинки. Разрезала их так, чтобы в них внутрь можно было положить начинку. И начинка моя будет самая любимая. Это я натру на тёрке сыр. На крупной такой вот тёрочке. Добавлю немножко чеснока. Выжму его в чесночной довилке. Как это называется? Не знаю. А потом добавлю ещё немножко сметаны, скорее всего. Вот такую вот горчичку. Кстати, любимая моя горчица. Я её что-то как-то полюбила. Уже вторую банку покупаю. И добавлю немножко вот такой вот зеленушки. Всё это дело перемешаю. И буду закладывать в грудку. Вот так вот прикрою. Поставлю её на пару готовиться в мультиварочке. И внизу в мультиварке у меня будет ещё гречка. Так что вот такой вот приём пищи у меня получится. Так, Дима у меня уже покушал. И я сейчас насыпала себе порцию. У меня получилось совсем немножко гречки. Добавила здесь куриная грудка, кстати. Я думала, что сыр расплывётся в разные стороны. И будет как-то не очень удобно. А он как-то очень хорошо так взялся. Воедино скрепил эту грудку. В общем, супер. Я довольна. Здесь у меня ещё консервированный горошек. Добавила немножко остатки томатного сока. Я просто его обожаю. Особенно в сочетании с гречкой. Очень вкусно, мне кажется. Допью уже, ладно. Не будет пропадать продукт. И буду уже кушать. Потому что уже время, пора. Появилась минута свободная. И хочу вам показать сейчас, как выглядит мой дневник тренировок. Что здесь изменилось. В общем, как я протестировала уже эту программу. Что я сама себе написала. И что в дальнейшем, возможно, я буду менять. Первый день, мой понедельник. Это когда я тренирую ноги и ягодицы. Как видите, у меня здесь вот такие вот данные на данный момент. И, естественно, ещё в какой-то степени мои веса растут. Количество повторов примерно остаётся то же самое. Но в дальнейшем, в следующем месяце уже я буду уже, наверное, менять программу. Потому что всё-таки я понимаю по ходу действия этой программы, что что бы я заменила, допустим. И я это буду, наверное, рассказывать уже в следующем моём дневнике питания. Тоже во втором, наверное, видео. И так получается, у меня второй день. У нас немножко разговоров о программе тренировок. Поэтому, если кому интересно, как изменились мои силовые показатели. То есть вот на данный момент они выглядят именно таким образом. Это вторая неделя сейчас тренировок пошла у меня. Естественно, веса будут ещё расти. Пока я просто прихожу в форму. Пока я такой продвинутый новичок по силовым показателям. Если можно так сказать. И, кстати, обязательно пишите свои программы тренировочные. Если вы тренируетесь в тренажёрном зале или в домашних условиях. Пишите это всё дело в комментариях под роликом. И я по возможности своей буду стараться комментировать как-то ваши программы. Что-то вам советовать, помогать. Мне кажется, это будет гораздо лучше и полезнее для вас, чем просто наблюдать мою программу. Хочу сейчас замаризнавать мясо. Это у меня стейки свины, если не ошибаюсь. И я уже довольно длительное время мариную мясо и запаковываю их. Маринованное мясо или, допустим, курица, индейка, неважно, рыба. Запаковываю вот такие вот контейнеры. И готово в холодильник где-то на день максимум. У меня день стоит это мясо. То есть примерно ночь. Вот сейчас вечер, и я вот на завтра, на обед готовлю мяско маринованное. Мне кажется, оно так лучше пропитывается. Мягенькое становится потом мякоть. И гораздо вкуснее, конечно же, получается мясо, чем вы только-только его засолите, замаринуете и сразу же, допустим, готовите. То есть хотя бы несколько часов, там 5, минимум, наверное, должно пройти перед тем, как готовить мясо. Не знаю, какими я приправками сейчас буду пользоваться. Вот у меня такая кошелочка. С приправами и с какими-то еще разрыхлителями, которые я обычно использую для борща. Не знаю, Дима у меня вообще фанат всяких приправ. Он постоянно их скупает. К плову. Что-то мяса нет, что ли? Ну ладно, может быть, карри сейчас использую вместе с солью. Это и, в принципе, все. Как вы поняли, я уже не заморачиваюсь по поводу желтков. То есть я их не вынимаю, когда делаю омлет, даже пускай на вечер. Кто из вас вынимает желтки из яиц? Вот, напишите в комментариях. Даже если пусть будет, допустим, белки из 4 яиц, там 1 желток. То есть это слишком заморочно для меня. Очень интересно будет почитать ваше мнение. Как вы поняли, да, я их не боюсь и в любом виде употребляю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»